Разговор О прогреве печени Потолкнул меня На На несколько иное А именно На энергетику организма Какие энергии У нас имеются Что они делают В организме Вернее для чего нужны И как их В организм Укреплять что ли В организме Я на эту тему Как раз хорошую иллюстрацию сделал В своих книгах Основы здоровья Из чего состоит Наше тело То есть первоначально Имеется Объем Который занимает организм И Время Время Которое Поддерживает этот Объем В стабильном состоянии То есть наш организм Вот он вырос В этот объем Да Форма его Какое то время Он поддерживается Дальше Начинаются Процессы 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 Уменьшения Этого объема То есть он теряет Свою там Будем говорить Этот объем Форму И прочее То есть присутствует Так называемая Энергия Времени Хрональная энергия Которая поддерживает Этот объем Ну самое простое Я как то об этом Уже опять таки Говорил Откуда ее брать Лучше всего Поддерживает Объем Жидкости Вода Вот вода В какое то время Она его поддерживает Потом высыхает Далее Более лучше Поддерживает Объем Это масла Поэтому Одна из рекомендаций По Сохранению Своего тела С древних времен Это использование Разного Рода Масла И Масляных Притирания То есть Делаются Масляные массажи Которые Как бы Добавляют Вот эту вот Энергию Времени Хрональную Энергию И Объем Более-менее Сохраняется И внешний Человек Который регулярно Занимается Такими Массажами Он Выглядит Более Привлекательный Более Моложе Нежели Человек Который Ничем Не занимается Мы видим Что Тело Скукошилось Высохло Согнулось Кожа Стала Дряблая И И Отвисает То есть Первое Это значит У нас Хрональная Энергия Которая Позволяет Держать Объем Но Она еще Естественно Зависит От Эмоционального Состояния Потому что Этот объем Он любит Покой Когда в нем Идет Такие вот Резкие Какие-то Движения Туда Сюда Все это Естественно Его Расшатывает Изматывает И истощает То есть Эмоции Эмоции Вот допустим Будем говорить Еще Далее У нас идет Как бы сказать Объем Это раз Но За объемом У нас идет Непосредственно Форма В виде Структуры А здесь У нас Работает Совершенная Энергия Которая Делает Эту Форму Это Световая Энергия Добрый Здоровец Световая Энергия Которая Выстраивает Голограмму Вот То есть Тело 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 Света Что на нее Что на нее Будет Действовать Ну Будем говорить На нее Будут Влиять Особенно Сильно Влиять Это Это Яркие Мысли Образы Когда Вы Себя Будете Представлять Юным Молодым Красивым На На пике Чем ярче Будете Представлять Тем Лучше Все Это Будет Работать Вплоть До Клеточного Уровня Все Будет Так Вот Работать Интересно Потому Что Кажда Клеточка Она Тоже Расположена В своей Можно Так Световой Ячейки А не Просто Там Где-то Болтается Все В нашем Организме Упорядочено Так Да Световую Копию Разобрали Далее У нас Должен Ити Обогрев Организма Обогрев То есть Тепловая Энергия Которая Должна Помогать Всем Этим Физиологическим Процессам Совершаться Нормальным Образом Вот Тут Мы Любим Различного Рода Прогревания Умеренные Потому Что Прогрев Слишком Длительный На солнце Он Может Высушить Нас Что Тоже Нежелательно Поэтому Прогревания Различные Выполняются Главное Чтобы Это все Было Как бы Приятным И вы После Такого Прогрева Чувствовали Себя Более Энергетичным Живым Так Далее Энергия Движения Движения Все Должно У нас Двигаться Циркулироваться Любой Застой Любой Застой Ведет К тому Что В этом Месте Возникает Згущение И потихонечку Начинает Формироваться Разного Рода Такие Полужидкие А потом Твердые Образования Ведущие К инфактам К инсультам К камнеобразованию Тугоподвижности И прочее Как мы можем На это дело Повлиять На это дело Можно повлиять Очень легко И просто Это Регулярные Движения Дозированные Регулярные Без всяких Таких Экстримов Вообще Тело Не любит Экстримы Так Далее У нас Идет Вот такая Вот вещь Как Электромагнитная Энергия Присутствует Которая Ведет К расширению И Гравитационная Ее Как бы Противоположность Которая Идет К сжатия То есть Теперь Более Говорить Так Телесные Структуры Чисто Уже Физические Структуры Внутриклеточные И прочее Прочее Они должны С одной стороны Находиться То есть Наше вот Именно Физическое тело Такое Сцепленное В состоянии Чтоб оно Не развалилось А с другой Стороны Если Сцепление Слишком Сильно То Получается Опять-таки Чертвость Зажатость Со всеми Вытекающими Последствиями Поэтому Электромагнитная Энергия Заряжает Каждую Частицу В нашем Организме На клеточном Уровне Для того Чтобы Противостоять Этой Сжимающей Силе Вот Электромагнитная Энергия Не зря Вот Академик Микулин Который Специалист По Самолетовым Двигателям Заземлял Своё тело Это Очень Интересная Вещь То есть Заземление Вообще Должно Быть Через Ноги Кстати Я Как Юный Следопыт Увидел Чтобы Увидели Я Увидел Бабочек Видите Вот Они Сидят Сейчас Мы Тронем Прилипли Прилипли А Да тут Они Совершают Так сказать Таинство Продления Жизни Видите Как-то Надо Закончить Нашу Тему Так вот Должно Быть Соотношение Между Электромагнитной И гравитационной Энергией Чтоб У нас Был Баланс Тело Не сжималось То есть Вот Все эти Клеточные Структуры Там На Молекулярном Уровне Были Заряжены И Не Выпадали В Осадах Потому Что Как Только Теряется Заряд Допустим Особенно В Жидкостях В Желче В Моче Отчасти В Крови И В Других Жидкостях Они Сразу Начинают Выпадать Все Что Имелось В Осадах И Получаются Вот Все Твердые Образования Вот Значит Что Там Гравитационную Энергию Ну Как бы На планете Земля Она У нас Такая Величина Имеется Постоянно То есть Ее Над ней Особо Не надо Работать А вот Над Электромагнитной Она Как раз Смотрите Это И прием Свежерастительной Пищи Свежевыжатых Соков Которые Заряжены Это Питье Талой Воды Это Ходьба Будем Говорить Босиком Там Для того Чтобы У нас Заряд Электромагнитный Выравнивался Вот Или Вот Вот Эта Работа Над Этими Энергиями Так Какие Там У нас Еще Энергии Я Так Помню Как Раз Как Раз Рисуночки Ну Практически Я Рассказал Может Что-то И Упустил И Вот Когда Эти Все Энергии Сбалансированы В Организме Когда Нормально Заряжается Все Наше Тело По Всем Параметрам По Всем Параметрам То Получается То Получается Что У нас Здоровье Есть Потому Что Даже Те Жизненные Принципы Слизь Ветер И Желчь Они Тоже Состоят Из Энергии И Как Только Они Начинают Энергетические Составляющие Превалируют То есть В первую очередь Превалирует Энергетическая Составляющая А за ней Уже Начинают Подтягиваться И Физиологическая То есть Физическая Даже Составляющая То Слишком Холодо То Слишком Жарко То Слишком Сцеплены То Слишком Расслаблены Все это Естественно Отражается На нашем Здоровье Ну и Плюс Еще Знаете Как бы Сказать Такие Дополнения Вот У нас Есть Чувство Вкуса Чувство Обоняния Чувство Даже Осязания У нас Еще И Эмоциональные Так сказать Потребности Которые Также Надо Удовлетворять Это Уже Как бы Сказать Дополняет Основные Энергетические Вещи Как бы Сказать Она Их Шлифует Придает Им Знаете Вот Приятность Будем Говорить Законченность Завершенность Здесь Уже Тоже То есть Чтоб Глаз Обстановка Радовала Чтоб Слух У вас Ничего не Раздражало Чтоб Обоняние Значит Вот Так что-то Нюхало Хорошее Ну и наконец Такие Возвышенные Мысли Которые Позволяют Именно Возвышенные Мысли Позволяют Подпитываться Это уже Несколько Иная Составляющая Нашим Тонким Телам Которые Лежат В основе То есть От Уровня Духа Начинаются Вот эти Такие Тонкие Тела Которые Начинают Будем Строить Вот эти Все Телесные Структуры Тонкоматериальные И заканчиваются Физическим Телом Вот это Все Тоже Это Имеет Место Быть И почему Важно Не допускать В свое Сознание Какие-то Мысли Огорчения Страхи И прочее 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 Которые Начинают Как управляющие Энергией Начинают Уже Влиять Вот на Те Основополагающие Будем Говорить Энергией Тепла Гравитации Света Их Как бы Сказать Сворачивая В те Или иные Полезные Структуры Или Неполезные Для Организма